Привалем во всем мобловским киберспортивным человекиусам, которые всё постоянно кого-то покупают за 32к. А если ты не рак, ты на канале Лёгидо Федак, и сегодняшний видос у нас будет действительно очень полезным на данный момент, потому что недавно у нас произошло обновление сервера. А много кого бафнули, много кого нерфнули, много кого вообще просто убили, кого-то там просто там ничего не сделали, и вот, короче, сегодня мы с вами об этом поговорим, кого купить после обновления. Поэтому ты пока что поставь там быстренько лайкосик, напиши мне комментосик, колокольчик и подписочка приветствуются само собой. Суапай танчика и ля полетели. А начнём мы с фаши, которая обновили пассивку, и теперь она внимает процент от общего максимального здоровья от цели. Поэтому автоматически с этим, если кто ещё не понял, то танки и бойцы, и все жирные цели будут пробиваться намного лучше. Плюс ещё к этому немного снизили кд ультимета, а вообще в целом фаша очень такой неплохой маг. И мобильность на её полёте есть, которая позволяет быстро гангать соседние линии, и про свою тоже не забывать. И вообще она очень быстро может хоть где оказаться. Либо наоборот, в каком-нибудь непонятном замесе сделать так, чтобы её и самой там не оказалось, а улетев на своей вот этой вот штуке крепотицы. Но что ещё мне нравится, так это дамажина по области, и очень по такой прям значительно большой области. Потому что что нужно для хорошего мага? Это, конечно же, раздать много дамажины по большейшей области, и, конечно же, в нужный момент засейвиться, либо вообще наносить эту дамажину на достаточном расстоянии. И у фаши это всё есть. Но в последнее время что-то на землях расцвета, и её вообще не встретить. Но также возможно, что вот эта вот малюсенькая, маленькая, максимально незаметная обновление, даст ей второе дыхание, и она снова залетает. А следующий, также магический, но только уже братишка, Валир. Данный челик и до обновления был вообще не очень-то и плох в игре. Если правильно его использовать, то первым навыком он вообще не даст вам передвигаться, замедлит, задамажит, и на первых уровнях вообще даже минусанёт спокойно, и ты даже этого не заметишь. А после обновления ему снизили кд на первый навык. Там что-то на одну или на полторы секунды, но в общем-то, короче, это бафчик. А что делают незначительные бафчики с теми челами, которые и так были неплохи, конечно же, загоняют их в мету. Плюс там ещё немного сбалансировали второй навык толчка, и, короче, вообще конфеточка получилась из Валирчика. Короче, если вдруг ты искал, какого мага тебе купить, или на каком персонаже тащить на меду вот эти вот два челика, Фаша и Валир, в данный момент тебе просто отлично подойдут, думаю. Следующие по изменению у нас на очереди идут бойцы, и первый у нас из них это Фредрин. Вообще, по сути, там просто ускорили его навыки с ультимейта, и ещё там с какого-то там, с первого или с какого-то навыка. Короче, просто ускорили анимацию. И немного сбалансировали второй навык, чтобы вроде бы там при отходе или при нажатии его он там не натыкался и не останавливал. Точно я ещё не проверял, но изменения незначительные, бафов по навыкам никаких не имеется. А ускорения его анимации, я думаю, вообще не сильно повлияют. Поэтому с этим перцем всё так же остаётся мета, и там никак и не пахнет. Ну а кому он нравился, и у кого получалось на нём играть, вот эти небольшие изменения, я думаю, будут только в плюс. Ну а кому Фредрин изначально не зашёл, вот эти обновления вряд ли на что-то повлияют. Следующие изменения достались бойцу Лапу-Лапу. Ему значительно так увеличили дамажину с ультимейта, а вообще, в целом, боец очень сильно даже и заходит. Добивай спокойно первым навыкам крипов, и вообще, стой на лайне без проблем. А когда появляется ультимейт, а кд у него там чуть ли вообще там не 15 секунд, можешь его спокойно использовать при любом удобном случае. Во время использования ультимейта на тебя не действует никакого вида ни контроля, ни замедления, ни стана. Поэтому тебя по-любому никто не сможет остановить, плюс он комбинируется со вспышкой. Что, во-первых, спокойно позволяет добираться до дальних целей типа мага, адека, которые стоят там за танками, чё-то кого-то накидывают дамаг. Либо просто от внезапного контрольчика спокойно уйти. Но также в нынешней мете его анимации слишком уж очень долги. И пока ты всё это используешь, пока это всё применишь, уже файт просто-напросто закончится. Но это всё для высоких рангах, а если ты на Рипике, на Легенде или на Мифе 5, то спокойно можешь брать лапу-лапу и вообще тащить. А следующие такие нормальные изменения для такого нормального бойца, которого я 100% вам советую к покупочке. И это кусака. Данный челик пикается на бойца, на лесника и даже в танка. Всё потому, что жизней у него для начала матча очень даже и много, плюс щиток со второго навыка и ускорение одновременно это вообще просто полная конфета. Ну да, типа, кто не знал, есть не полные конфеты. Там, ну, половина конфету в упаковку положит, и ты такой, схаваешь это. Одновременно с этими жизнями у него очень много дамажин из первого навыка и с базика, которые подкрепляются значимой такой пассивкой. Там, типа, эффект подавления с каждой базовой атакой дамажины больше и плюс первый навык, плюс второй ещё и подброс, контроль, в общем. Ко всему этому ещё плюсует бафчик на увеличение дамажины для первого навыка. Поэтому после этого кусака 100% заиграет не на маленьких, так на высоких рангах точно. Ну а что мешает его взять на мелкие ранги? Ничего, абсолютно, поэтому по-любому покупайте. И куда захотите, туда и шагайте, там, лесбоец, аром или вообще просто так ходите, убивайте. И следующие бафчики у нас у двух стрелков, и первый это, конечно же, Грэнджер. Которому увеличили дамажину со второго навыка, и да, если кто вдруг не знал, то второй навык влияет на ваши две первые базовые атаки. Они становятся усиленными. То есть нажали Escape, хоп, два раза стреляете усиленными базовыми атаками, пулями. А сейчас эти две базовые атаки ещё больше усилили. И так как Грэнджер до мифа пятого по-любому пикался и отыгрывался в лесу идеально, сейчас он будет всё так же отыгрываться, только немножечко, чуть-чуть получше, я думаю, да. А следующий стрелок у нас Бруно Футболёр. Данный стрелок и так находится в данный момент в тире 2 по стрелкам, и имеет просто колоссальную дамажину с первого навыка вообще с самого начала матча, не имея никаких предметов. Потому что пассивка у него настакивается, там, стаки у него, короче, на пассивке. В общем, первый навык нажимаешь, пинаешь свой усиленный мяч, и если ты его поднимаешь, у тебя появляется стак, опять пинаешь, стак и так до 10 раз. Имба была, а теперь после каждого попадания усиленным вот этим вот мечом по цели, вы получаете ускорение на 30% после каждого попадания усиленным мечом вот этим вот. Играется он на линии золота, но также и пикается в лес, но желательно, если ты его берёшь в лес, соответственно, чтобы у тебя был, понимая, ещё хотя бы чуть-чуть танчик. Поэтому, Бруно, покупочка стопроцентная, да, механика у него непростая, но обучиться, я думаю, вообще проблем никаких не составит. И всё будет у вас глазурно, да, вот такое вот я придумал слово. Ну, оно, наверное, есть, но это, типа, классно у вас, глазурно. Если ты хочешь больше обновлений по бафам и нерфам, по скинам, по выходам героям, и вообще по всем обновлениям в игре, обязательно переходи в мой телеграм-канальчик, ссылочка в описании видосика. Ну, а мы видосик этот подзаканчиваем, ставь лайкосик, колокольчик, подписочка. С вами был DoffyDog и всем репорт. Субтитры сделал DimaTorzok